Юрий Игнатьевич, дело в том, что не все войны заканчиваются полными победами даже коалиции, даже отдельных государств. Многие войны заканчиваются компромиссным миром, о чем, собственно говоря, сейчас мечтает Кремль. Я ставлю вопрос немножко по-другому. Да, в своем нынешнем состоянии, со своим изумительным, как говорят многие товарищи на фронте, руководством Российская Федерация, государство не способно одолеть блок НАТО от слова вообще. Ну, просто вообще. Но, допустим, отвоевать часть России, большой России, которую, как вы правильно сказали, от Бреста до Владивостока и далее, она вполне способна. По одной простой причине. Потому что на определенном этапе дорогие западные партнеры, уважаемые в Киеве у них сидят, могут теоретически посчитать, дебет с кредитом свести и сказать, не, невыгодно. 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 Но только в том случае они это сделают, если будут опасаться неприемлемого ущерба, который можно нести. А здесь, опять же, мы утыкаемся в вопрос о том, кто у нас сидит в Кремле и на что они вообще способны. Вот сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой они вообще ни на что не способны. Даже нанося удар по Украине год назад, они имели шансы разгромить вооруженные силы Украины, разгромить по-настоящему. И принудить Киев, поставить Киев на колени и принудить его фактически к капитуляции. Зачем последовало бы все те же самые санкции, но Украина была бы выведена из войны, поделена, условно говоря. И сейчас бы активных боевых действий, скорее всего, не было, была бы война, опять же, с какими-то там очередными бандеровцами, которые бы партизанили и совершали диверсии. Но силы, которые были для этого собраны, план операции, который был сверстан, и вообще общая политическая картина ситуации, они совершенно не отвечали тем задачам, которые ставились. В результате мы получаем год войны, совершенно никаких, ряд тяжелейших, очень серьезных поражений, и никаких перспектив в нынешнем виде разгромить Украину, и более того, никаких действий, которые подготавливали бы ее разгром. В этом отношении, конечно же, я с вами согласен. На данный момент, с такими политическими руководствами, с таким генералитетом и с полным отсутствием мобилизационных мероприятий в экономике и в тылу, мы действительно не только НАТО, мы и эту самую Украину победить не сможем. Вот в этом я согласен. Но я не согласен с тем, что победа при определенных, хотя бы над этой самой Украиной, и выстраивание нового там железного занавеса и так далее, невозможно совсем. Я с этим не согласен. Почему? Вы помните Крымскую войну? Да. Там же, на самом деле, в ее начале Великобритания ставила вообще грандиозные задачи. Причем всерьез ставила. И ставила задачи таким образом, по крайней мере, захватившие в ней власть тогда, там, Польмерстон и команда, что разделить, отделить Польшу, отделить Финляндию, Петербург отдать Швеции, фактически отобрать Украину, ту же самую собирались. Потому что, восстановив Польшу, там, в ее состав. То есть, раздробить Россию, отбросить московитов, ну, почти что за Волгу. И чем кончилось? Кончилось еще тем, на самом деле, что если бы Николай Павлович не умер еще во время этой войны, не факт, что мы бы вообще бы хоть как-то потерпели поражение в этой войне. То есть, реально, да, они взяли Севастополь. А куда дальше им идти? Они не могли идти никуда дальше. Они не могли оторваться от моря. У них тоже были очень большие финансовые проблемы. Нигде они оказались несостоятельны, кроме как вот в этом Крыму. Еще одной кампании зимней они бы, ну, не готовы были выдерживать. И в результате им пришлось идти на очень компромиссный мир, который, опять же, мы, уступки в основном можно было и не делать. Те уступки, которые сделала Россия. А планы были грандиозные. Но когда эти планы обрушились, в той же самой Британии, другая группировка, которая вообще не считала, что нужно воевать с Россией, пришла к власти, и все поменялось, и поменялось очень быстро. Тут, Игорь Иванович, я предложил бы так. Прежде чем говорить, пойдет ли кто-то на какой-то компромисс с Россией, поговорить о том, вообще, зачем Запад начал эту войну. Зачем Америка заставила Россию напасть на Украину, зачем заставила воевать. Хорошо, Ваша версия, потому что я свою здесь много раз высказал. Понимаешь, тут стоит такой вопрос. Те люди, которые реально управляют миром, они имеют свои заработки. Они имеют свои заработки в трех вещах. Продажа нефти, медикаменты, фармацевтика и оружие. И вот мы дошли, сколько бросили оружие в Афганистане. Вот мы дошли до ситуации, когда оружие накопили, и остановилась промышленность производства оружия. Но не нужно, оно сидит на складах. Значит, что, когда началась война, что там в Германии было, казалось бы, самая сильная армия Европы, да? И тут вдруг оказалось, что у них половина подводных лодок не может выйти в море из-за отсутствия запчастей. Половина танков, они же сейчас взялись ремонтировать. Половина танков стоит, потому что они не запчастей. Не выделяли деньги, не реорганизовывали армию. А сейчас, как это вот после 11 сентября, когда спецслужбы получили там 85 миллиардов, а сейчас начнут литься деньги, заработает оборонная промышленность, преобразуется, реорганизуется армия. То есть, им нужна вот эта длительная война, нужна им для того, чтобы под соусом этой войны провести обновление, реорганизацию армии и одновременно активизировать работу промышленности. Ну и, собственно говоря, поскольку нефтью занимается, то убрать Россию с этого рынка, с газового и с такого. Юрий Игнатьевич, разрешите, я вам возражу. Вот такая аналогия у меня сейчас прямо родилась в голове. Вот идет голодный пионер, у которого в кармане, в советское время идет голодный пионер, у него в кармане 20 копеек. Вот, ему хочется поесть, просто поесть. Вот он видит малорек с мороженым. Он мороженое идет покупать только потому, что он любит мороженое, или потому что ему поесть заодно хочется? Вот как по-вашему? То есть, он решает сразу две задачи. Он с одной стороны насыщается, с другой стороны он любит мороженое, удовлетворяет, он улучшает свое настроение и так далее, и тому подобное. Вот вы сейчас говорите про оружие, на мой взгляд, про нефть. Это вот улучшить себе настроение. Мне или западу? Западу. То есть, имеется в виду западу. То есть, улучшить настроение, то есть, да, у них выйдут обороты, они обновляют там задачи, плюс там еще можно накидать кучу, кучу просто дополнительных бонусов, причем не всему западу, а конкретно Соединенным Штатам. Да, допустим, прямо вот тот бонус, который мы прямо видим, это то, что все производство из Европы, которое крайне страдает от поставок дешевого сырья из России, переносится в Соединенные Штаты. И утечка капиталов, утечка, соответственно, мозгов, утечка производства в Штаты, Европа в полном минусе, США в полном плюсе. Но есть еще задачи, на мой взгляд, которые вы не обозначили. Сейчас фактически можно говорить о том, что Америку с первого места в мире, то есть, с места мирового жандарма, с места гегемона мирового, теснит Китай. Воевать своими руками против Китая Америке неудобно. Она, собственно, никогда не собиралась это делать. Америка всегда старалась воевать чужими руками и правильно делала, на самом деле. Кто может воевать против Китая, не под управлением США? Индия? Там чисто пограничные проблемы, на самом деле. Вьетнам, ну, несерьезно. А тут есть Россия, на территорию которой у Китая есть территориальные претензии, причем обоснованные. Муравьевские, как говорится, экспроприации времен той же Крымской войны хорошо известны. С которой у Китая не очень, скажем так, тесные отношения и которая теоретически может выставить довольно много солдат для того, чтобы вести войну. Если во главе России поставить людей типа того человека, которого вы недавно изображали, то есть полную марионетку, своего Зеленского, которого дерни за веревочку, которому будет наплевать на Россию, на сколько русских людей погибнет, который будет выполнять задачу организовать угрозу для Китая, для начала хотя бы угрозу на его границах. И это совершенно не отменяет ни производство оружия, ни консолидации НАТО, ни всего прочего, не совершенно не отменяет. И времени у американцев не очень много. И вот моя концепция, просто не знаю, может вы не слышали этого, которую я здесь не раз излагал, она заключается в том, что Украина сильная, действительно, победить не нужна победа Украины за Ходом. Совершенно не нужна. Иначе бы они по-другому давали оружие, совершенно по-другому давали людей, и деньги бы они по-другому давали. Им нужно, чтобы Украина послужила инструментом для того, чтобы в России, скажем так, раджей вассальных поменять, выкинуть, они не нужны больше. Заменить на полных марионетах, на чиновников, на содержание у Газдепа, которые ни вправо, ни лево, ни в команды, как сейчас в Киеве делают. Двигаться не будут и выполнят самоубийственную роль. То есть, один инструмент используют против другого, а тут хоть трава не расти. А при этом, сколько русских погибнет, ну, чем больше, тем лучше. Это у них старая концепция, сами знаете. Ну, это, понимаешь, я так глубоко и высоко не выхожу, потому что рассуждать на тему, что хочет Америка, что хочет это, там тоже неизвестно, что хочет те, кто управляет Америкой, реально. Но дело не в этом, понимаешь, в чем. Наша задача-то какая? Что мы сейчас должны делать? Россия не победит. Каждый день и для России оканчивается более чем 100 убитыми, столько же ранеными, коллегами. Что нам делать? Ну, изложите свою позицию. Прекратить эту войну. Как? Вот как я сказал, как Зеленский ее может прекратить? Ну, нет, подождите, как Зеленский ее может прекратить, который просто на ручном управлении США, и когда ему идет команда, и ему идет команда, вот. Не надо словам цепляться. Как президент, настоящий президент Украины ее может прекратить? То есть, та оппозиция, что есть, она должна потребовать, как я вот сейчас требую сначала. Там есть оппозиция? У нас. А, у нас. Я про нас говорю, я говорю, как нам прекратить войну, а не как Зеленский. Зеленскому мы уже говорили, как прекратить. Вот нам нужно прекратать так, как может прекратить Зеленский. То есть, поставить вопрос, что власть захвачена неизвестными лицами, которые ставят артиста вместо себя, поставить вопрос, что все, что происходит, это преступление, должно быть наказано. Поставить... Ну, это доказательство только того, что это преступление, его боятся депутаты, боятся сенаторы. Это то, что нет никакого документа о начале войны. Мы, шановні глядачі, вистояли и обовязково переможемо. Бо разом мы сила. Подпишитесь на канал, ставьте вподобайку, пишите свой коментар и поширюйте эту информацию.